Здравствуйте, друзья! Сейчас мы будем писать вот эту заснеженную жизнь, вот, и я буду показывать вам новые хорошо забытые старые подходы, мои и некоторых моих коллег, которые я знаю, тоже любили, заказы, которые, допустим, нужно выполнить к утру, можно всегда выполнить. Ну и вообще это ускоряет процесс и делает его удобным, особенно когда касается снега, поскольку снег чаще всего мы начинаем перебарщивать густотой, работая со снегом, и нам эта густота мешает. Мало того, что еще и сохнет потом долго, чтобы следующий слой положить, а тут мы будем с вами чудеса вытворять весело и непринужденно. Итак, начинаем вытворять чудеса. Ой, а там розовую достаньте. Для этого именно розовую, такую, едкую, вот это, да, 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 вот это, вот это, да, да. У меня сейчас вместо человеческой палитры для масляной краски очень сомнительная палитра состоит из пигментов красок, которые очень дешево продаются в строительных магазинах. Что такое пигмент? Это не смешанная с водой, в данном случае, краска. Смешать ее с маслом будет масляная краска. Ну, для этого пришлось бы сначала высушить, растолочь и смешать. Итак, просто пигмент. И стоят они там, я не знаю, по-моему, по 20-15 рублей. Акрил для сравнения стоит, ну, если кто пробовал, акрил в магазине для художников стоит, ну, чудовищных денег. Такая емкость могла бы стоить, по-моему, рублей 600-700. В общем, чудовищные деньги. Наживаются на художниках. Вот. И передо мной еще очень важный компонент здесь, связующий компонент, равный грунту. Акриловые белила. Акриловые белила бывают разные. Бывают низкого качества, которые как слюна, как клей ПВА, когда белого вещества в них мало. А бывают хорошего качества, которые есть у меня, вот в данном случае. Баночка стоит 400-счем-то. Она того стоит. Она будет являться связующим звеном для всех этих красок. И все, что будет сделано без нее, не будет равно грунту. А все, что сделано с ней, будет равно этому грунту. То есть, имейте в виду. Дешевые не покупайте ни за что. Вот это. Вот это дешевое нас устраивает полностью. А это не устраивает. Там достаточно большой ассортимент. Единственное, что я заехал в строительный магазин, взял то, что было. Не все было. Ну, скажем, такого небесно-голубого цвета не было. Я довольствовался синим. В следующий раз куплю небесно-голубой. Теперь я буду часто это делать, потому что очень эффективная штука эта. И думаю, почему я вам раньше это не показывал. Итак, показываю. Значит, еще раз поймите, мы сейчас создаем имитацию грунта, имитацию тонирования, но только тонирование с уже готовым рисунком. А в дальнейшем вы увидите, почему это выгодно. Вся работа, конечно, синяя. Тут не надо даже всматриваться. Взболтаю это дело. Подолью чуть-чуть на палитру. Наполню палитру пилилами. Холст у меня провес. Ну, я даже, видите, поленился его натянуть. Ну, там, подбить эти клини. Уж очень торопился показать вам это чудо. Фактически мы пишем сейчас картину акрилом. Акрил, поскольку сохнет под кистью, то есть быстро-быстро, позволит нам вопросы этого чертежа снега и веток делать тоже быстро. Не дожидаясь просыханий и не перегружая фактуры. Потому что высыхает эта краска и фактуры не оставляет. темный угол, тот, куда все уходит больше синего. Это ультрамарин по цвету. Он так и называется у них в этих строительных красках. Ультрамарин. И. Ультрамарин. И. Там он уже с черным подмешивается, этот ультрамарин, поскольку много веток. И здесь он подмешивается. И вот сейчас попробую растопыркой вот этой веерной кистью понаполнять. На краешек взял, на кончике только взял вещество. То есть в целом ствол тёмен, но в нём мигание. Лёгкие мигания тоновых. Чуть темнее, чуть светлей. Всё. 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 Друзья. Ну, сколько верёвочка не вилось, всё равно конец случился. Сюжетов таких много. Пишите на здоровье. Продолжение следует...